Аграрии вовсю собирают урожай, а сельские школы готовятся к новому учебному году. Эти работы на постоянном контроле держат власти республики. Глава региона сегодня прибыл из запланированной инспекции в Красночитайский район. Михаил Игнатьев побывал в одной из крестьянско-фермерских хозяйств и ознакомился с сходом реконструкции здания от Нарской школы. В рабочей поездке его сопровождал и мой коллега Дмитрий Ковалев. В хозяйстве Николая Лисаева урожай пока убирает только один комбайн по лесу. Но и этого агрегата хватает с лихвой. В этом году свои закрома фермер рассчитывает заполнить до отказа. Неплохие всходы дают элитные семена. Их качество глава республики оценивал на ощупь. В районе страда уже достигла экватора. На уборку вышли все хозяйства. Но темпы необходимо увеличить. Глава Чувашии потребовал, чтобы на уборку полей комбайны выходили и ночью. На погоду сейчас уповать нельзя. Небесная канцелярия принесет еще немало сюрпризов. И это уже прогнозы синоптиков. Вот дожди-то на носу. Вчера там в северных районах прошли. Хорошо, что у вас дожди не прошли. Потом опять будем сидеть ждать. Когда есть сейчас рассада, больно-то сильно же не падает. Земля все равно уже сухая. Можно ночью ломом обмолачивать. Глава района парирует, что трудится аграрии, засучив рукава. Но идеальных показателей пока добиться не удалось. Где показатели? Результат 200 гектаров по району. Это очень мало. 54% у нас убраны уже церновые. Работ непочатый край в Атнарской общеобразовательной школе. Этим летом здесь решили провести капитальный ремонт. Заменили кровли, установили пластиковые окна. В фойе вместо деревянного пола уложили плитки из керамогранита. Новое оборудование появилось и в столовой. Современные холодильники и печи сейчас готовят к работе специалисты. Готовить на них школьные обеды повара начнут уже в сентябре. От этого практически качественная еда должна быть для детей. Сегодня все обещали мебель. Это практически самое современное оборудование для наших детей. Такого ремонта Атнарская школа не видела со времен постройки. Она была возведена еще в конце 70-х. Только в этом году на реконструкцию здания из бюджета республики направили более 2 миллионов рублей. Удалось модернизировать и оборудование. Были приобретены новые компьютеры, а в одном из кабинетов установили современные тренажеры, чтобы дети не скучали во время перемен. И то, что сегодня новое оборудование в столовой школе, медкабинет оснащен новым медицинским оборудованием, но и в целом проведен капитальный ремонт, это говорит о чем? Это говорит о том, что мы все силы, ресурсы направляем для того, чтобы на самом деле дети в современных условиях получали достойные знания. Модернизацией дождалась и районная поликлиника. В двух отделениях уже проведен капитальный ремонт, а на вооружение персонала пришла новая техника. Дверь не может обслуживать, рассчитанно работать на три койки, но дополнительно, что после ремонта у нас появилась еще палата для детей. Ну и это только начало. Модернизировать больницу продолжат. В самое ближайшее время отремонтируют фасад и заменят кровлю. Но главу региона интересовали и дела текущие. На пользу районной медицине пришлась электронная регистратура. Местные жители отметили, что стали активно пользоваться этим сервисом. Только в прошлом году на прием к врачам при помощи интернета записались более 4 тысяч человек. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.